Происходит такое новое. Я тоже хочу поделиться тем, что, наверное, всю неделю у меня... Ну, вот Бог вложил в сердце мысль, что милость Господня обновляется со дня на день. И мне этот стих крутится в голове, крутится, и я думаю, ну что, как привязался. Вот, к чему это, Господи? И вдруг понимаю, что каждый день милость Божья новая. То есть, сегодня, даже если были в моей жизни какие-то проблемы, грехи или еще что-то, то я могу завтра к нему прийти, и он как будто заново на меня смотрит. И если я попросил прощения, покаялся, то эта милость, она раз, и обновилась. Ну, я думаю, как понять, есть такая сторона, когда мы... Ну, если только милость, то можно как бы и грешить, потому что, ну, завтра опять приду к Богу, скажу, прости, он простил. И получается такое пренебрежение, что ли, или злоупотребление этой милостью. И думаю, как же это работает? И, как всегда, приходит моя жена, слава Богу, за мудрых жен, и напоминает мне, вот я и делюсь этими мыслями. Она говорит, у наших детей, у Тимохи, у Филки, тариф, я его назвал милость. Если у них хотя бы рубль на счету, то каждый день 20 бесплатных минут, 30, ну, как же бесплатные минуты, каждый день заново. Неважно, потратил ты вчерашний или не потратил, утром ты просыпаешься, и у тебя 30 минут бесплатно внутри сети. И мы можем бесконечно, был бы рубль на счету хотя бы, больше, больше, значит. И возникает вопрос, почему деньги на счету пропадают? Почему баланс уменьшается? Что происходит, если... Почему баланс уменьшается? Почему рубль исчезает? Занятка плата. Если что? Абонентской платы нет. Абонентской платы нет, да. Был бы рубль, ты можешь... Звонишь на руке, ты сам. Если позвонил другому. Если своему, да, внутри сети, ты можешь общаться сколько хочешь. Но если позвонил другому, то у тебя сразу по тарифу снимается, и все. И твои 30 минут бесплатных исчезают. То есть пока ты... Плюс, понимаешь? Пока ты деньги на счет не положишь, хотя бы рубль. И вот Бога, дарив милость, я начал искать это место. Я вот прям себе выписал, но в современном переводе, оказывается, об этом написано в книге Плачки и Лемии, 3 глава, 23 стих. И я открыл это место, и, подожди, пока я его не высвечиваю, Фил, открыл это место, ну, всю эту главу, и стал читать. Думаю, ну, там вообще в стихотворной форме написано Иеремию. То есть вся эта книга Плачь и Лемии, она в стихах. Ну, в нашем синодальном переводе не видно ни рифмы, ни размера. Вот, но когда начинаешь читать, вдруг понимаешь, что вообще вот эта глава, она, ну, о нас, да, ну, как всегда. Итак, и первую часть, я сейчас попробую прочитать ее, первая часть о том, какими мы были до, и что изменило, вот настроение Иеремии, что потом изменилось, и как потом стало. Может быть, вы увидите себя в этом. Я человек, который много горя видел, Господь над шезлом бил, Господь меня повел и вел во тьму, туда, где свет не виден. Против меня Господь обратился и весь день обращает руку свою. Он кожу и плоть мою состарил, и кости сокрушил мои. Господь меня огородил, и окружил со всех сторон горечью и бедами. Он в темноте меня сидеть заставил, как будто я давно уж мертвым был. Он запер меня, чтобы выйти я не мог. Тяжелые оковы на меня надел. И если я взываю и о помощи молю, не слышит он мою молитву. Он дороги мои камнями засыпал, пути мои он искривил. Господь стал, как медведь, готовый на меня напасть. Он стал, как лев в засаде. Увел меня Господь с дороги, разорвав меня на части, уничтожил. Он лук свой натянул, и сделал он меня для стрел своих мишеней. Он выстрелил в живот мне, пускал в меня он стрелами своими. И для народа своего посмешищем я стал. Весь день он надо мной смеется в своих песнях. Господь мне дал яд этот выбить. Волыни горькой он меня присытил. Господь толкнул меня зубами в камни. Он в грязь меня поверил. Я думал, что мир не обрести мне больше никогда. Я хорошим. Я забыл. Я себе сказал, надежды больше нет, чтобы мне Господь поможет. Помни, Господи, о моем страдании. Нет мне пристанища. О полыни горькой и о яде, который ты мне дал. Я помню хорошо все свои беды. Душа моя подавлена во мне. Многие были в таком состоянии. Но теперь начинается разворот. 21 стих. Но вот, что говорю я сердцу своему. И вот оно переворачивает вообще все. Но вот, что говорю я сердцу своему. И сиждется тогда надежда. Я уповаю. Бесконечно, Господа, любовь и доброта. Мы не погибли по милости Господа. Не иссякая моего милосердия. Оно каждое утро обновляется. Велика верность Твоя, Господи. Я говорю себе, Господь, часть моя. И потому на Него, надеяться, я буду. И вот этот стих. Милость Бога обновляется каждое утро. Почему? Ну, вот первая часть, это, наверное, когда деньги на тарифе милости закончились. Когда ты, ну, не знаю, многие люди бывают, наверное, в таком состоянии депрессивном, при депрессивном, отчаянии, какое-то горе, страхи или еще что-то. И кажется, как он говорит, и кажется, Господь оставил меня. Молитвы мои не слышит. Но поменялось, рубль на счету появился, когда я уповарил. Вот что говорю я сердцу своему, говорит Иеремия. Бесконечно, Господь, любовь и доброта. Я начинаю смотреть не на свою проблему, как родник говорит, люди смотрят на то, что их заботит. А начинаю смотреть на Бога, у Которого милость снова и снова, снова и снова обновляется. И дальше продолжение. Господь к тем добр, кто уповарит на Него. Господь к тем добр, кто Его ищет. Благо тому, кто терпеливо ждет спасения от Господа. Благо человеку с юных лет Господа ярмо несущего. Сидеть в уединении он должен молча, ибо Господь наложил на него ярмо. И кланяться он должен Господу до самой земли лицом. Может быть, есть еще надежда. Пусть он подставит щелку тому, кто пьет его. Он людям оскорблять себя позволить должен. И помнит человек тот должен, что не навек оставил Бог его. Господь наказывает. Но он и милосерден из-за любви и доброты своей великой. Господь наказывать не хочет. Несчастными людей не любит делать он. Не любит он, чтобы кто-то ногами своими всех пленников земли топтал. Не любит он, чтобы кто-то несправедливым был к другому, говорит Всевышний. И чтобы один обманывал другого. Не любит это все Господь. Никто не может делать так, чтобы сказанное им свершилось, если не будет на том воле Господа. Всевышний дает указы, чтобы хорошему быть и плохому. Когда Господь наказывает за грехи, никто из живущих сетовать не должен. И такой итог. Посмотрим и проверим, каким путем мы шли и к Господу потом вернемся. Посмотрим и проверим, куда мы звонили, с кем мы общались, на каких других операторов переключались. И я думаю, у Бога этот тариф милость. Он создал его, он автор его. Написано в исходе 36-34-6. Прошел Господь перед лицом Моисея и возгласил. Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий ему преступления и грех. Храняющий милость в тысячи родов. То есть, если ты, твое сердце прилеплено к нему, у тебя всегда плюс на счету, у тебя всегда милость его будет обновляться. В тысячи родов. То есть, твой тариф придет твоим детям. Детям твоих детей до тысячи родов. Что дает тариф милости? Я задался вопросом, думаю, какие от этого, от милости Божьей благословения. 102-й псалом написано так. Мы его в начале собрания прочитали. Он прощает все беззакония твои. У Бога по милости и прощения беззакония, третий стих, Он исцеляет все недуги твои. Избавляет от могилы жизнь твою. Венчает тебя милостью и щедротами. Насыщает благами желания твои. Обновляется подобно орлу юность твоя. Вот снова и снова Бог творит эту щедрость в нас. Насыщает нас, избавляет нас. Прощает, исцеляет, венчает. То есть, ну, если ты на тарифе милость, то у тебя все, ну, каждый раз все обновляется. И я какое-то время был в таком обмане, ну, самообмане, наверное, что если я согрешил, то все, ну, наутро у меня чувство вины, самобичевание какое-то. Я забывал к Богу приходить. Я забывал прийти к Его милости и сказать, Господи, прости меня. Все, что нужно сделать, это прийти через Суца Христа к Богу. И сказать, Господи, прости. И снова плюси. И снова милость обновляется. И снова исцеление приходит. И снова юность обновляется. И снова беззакония прощены. И снова, и снова я, ну, я живу. Всего-то нужно быть, ну, в плюсе, да, не звонить другим операторам. Не иметь общение с грешниками, не там, не сидеть в собрании развратителей, не... Ну, мы знаем все, что нет. И нас вводит это куда-то, и потом мы думаем, а где все, опять все растерял. Ну, вот, хорошее свидетельство родительства, про этого своего друга все есть, вроде бы, но, к счастью, нет. Бизнес, и нервы, и здоровье, и все такое. У тарифа милости и условия. Я нашел это условие, чтобы в втором псалме они есть. Один из стихов. Так высоко небо над землей, так велика милость Господа, боящийся Его. Потом тринадцатый. Как отец милует сынов, так милует Господь, боящийся Его. То есть, если мы с Богом. Семнадцатый. Милость же Господня от века и до века. Вот опять она обновляется, обновляется, к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. И дальше, странное, ну, может быть, не странное место, но псалом заканчивается хвалой Богу. Девятнадцатый стих. Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает. То есть, ребята, помните об этом. Кто в доме главный, да, кто хозяин. Если ты выбрал тариф милость, вообще, знаете, о милости. Если ты выбрал Бога, то он подключает тебя к своему тарифу. Вот так вот, наверное, правильно. Не ты выбрал тариф милость, но если ты пришел к Богу, обратился к Нему, он подключает тебя к своему тарифу. И, ну, вот это понимание, это псалом Давида, благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Все, что есть во мне, все должно служить Богу. И, значит, девятнадцатый. Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает. И вот условия тарифа. И кто на нем? Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы. И какие эти ангелы, исполняющие слово Его, поляной с глазу слово Его. Все обновляется, если ты полянуешься Богу. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, какие исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его. И в Старозаконии, седьмая, глава 9-13, написано так. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный. То есть Он исполняет условия своего тарифа, на который тебя подключает. Он верный. Он всегда будет обновлять свою милость. Который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. И воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему Его, самому лично воздаст. Итак, соблюдая заповеди, постановления и законы, которые сегодня тебе заповедую исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он являлся Отцам твоим. И возлюбит тебя и благословит тебя. Удивительно вот это. Я думаю, кто же в Библии подключался к тарифу милости? Написано, Господь был с Иосифом и простер к нему милость, и дарвал ему благоволение в очах начальника землицы. Бог подключает Иосифа, потому что Бог подключил, и боялся Бога, и не хотел его благоволчать. И дает ему благоволение. Сделали с Иоанна израильного послова Моисея, и Господь дал милость народу своему в глазах египтян. И они давали ему, и обобрал на египтян. Бог свой народ подключает. Давид еще на такое место интересное поразглашает. Величественно спасающий царя своего, и творящий милость по мастерству своему Давиду, и потом его вовеки. Милость была явлена и в Давиде. В колене Давидом родился Христос. Все пути Господни, милость и истина, хранящим заветливо для откровения Его. Все пути Господни, милость и истина. Я хочу подключать к писяну. Вторая глава. И вас мертвых, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. В которых вы некогда жили. По обычаю мира сего. По воле князя, господствующего воздуха. Духа, действующего ныне в сынах противления. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотким похотям. Исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе чадами гнева, как и прочие. Это вот наша жизнь, когда, как первая часть вот этой вопли Иеремии. Когда Бог натягивает стрелы и кажется, нас поражает здесь, нас поражает здесь, нас поражает здесь. Мы по природе были чадами гнева. Не были подключены к этому тарифу милость, а звонили все время куда-то, понижая свой баланс. Бог богат и милостью по своей великой любви, которой возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Дабы явить в грядущих веках произобильное богатство. Благодать и свои благости к нам во Христе Иисусе. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, а от Божьей дар. Бог подключает нас к себе и дает нам эту милость. Когда в нашей жизни что-то происходит? Вспомни, не потратил ли я свой баланс? Не потратил ли я то, что Бог дает мне? Почему, Господи, милость твоя не обновляется? Что происходит в моей жизни? Проверяйте себя. Иеремия в конце подытоживает. Итак, посмотрим на те пути, которые мы хотели. Как еще раз. Посмотрим и проверим, каким путем мы шли. И Господь потом вы пришли. Опять подключиться туда. Опять прийти к Нему. Присоединиться к этому тарифу милости. И мне радуют братья, когда вы свидетельствуете. Вы ездите, приезжаете в церкви. И в церкви, когда есть свидетельство, мы призваны Богом рассказывать. Ну, как это? Если ты подключился к тарифу милости, расскажи другим. Потому что есть такой тариф. Есть милость Божия, которая может приводить нас в новое состояние. Во 2 Коринфянам Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. А мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, проверивший из тьмы, воссияет свету, озарил наши сердца, так и просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И Бог призывает нас, расскажи другим о том, что он есть. И когда читаешь, если ты подключен к тарифу, то Павел говорит, мы это всюду притесняемы, но не стесняны. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не влагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвое Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашего. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной флоте нашей. И если внешний наш человек и тлеет, то внутренний, со дня на день обновляется. Вот это милость Божья. Приходит и делает нас другими, делает нас новыми. И если даже что-то в нашей жизни не так, то приходим к Нему. И получаем заново эту милость. И еще в одной мере. Как сохранить баланс на тарифе? На тарифе милости. Полосяна 3, 3 глава. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит, одеснули Бога. На горне упомышляйте, а не земное. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним на славе. Сохраняйте свой баланс. А что не делаете? Не звоните другим. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, и так далее, и так далее. Отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, вернословие. Не укиньте друг другу. Не звоните другим операторам. Не занимайтесь тем, что понижает ваш баланс. И прекращает обновление милости. Но 12 стих. Облекитесь, как избранные, божие, святые, возлюбленные. С чего начинаем? Милосердие. Я думаю, когда мы с Богом, Он подключает нас к своей милости. Облекитесь. Милосердие. Он подключит вас к благости, к смиреномудрию, к кротости, к долготерпению, к снисхождению друг от друга, к прощению взаимно. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть в опутности вершинства. Милость, которой Бог нас присоединяет, которую Он обновляет, это только часть Его плана о нас. Это только часть благословения, которое Бог дал нам. Если мы воскресли со Христом и облекаемся в любовь, Бог нас подключает еще к новым, к новым своим опциям, скажем так. Пусть Бог благословит сегодня жить нам так, чтобы не бояться того, что с нами происходит, не бояться того, что приходит искушение, есть милость Господа. Во Христе Иисусе мы можем всегда прийти к Нему и сказать, Господь, прости, очисти, Господь, убили меня, сделай меня новым своим творением. Пусть вы будете подключены к этому тарифу. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok